Глубоко уважаемые сопредседатели, глубоко уважаемые участники нашего круглого стола. Ну, во-первых, я не могу похвастаться тем, что я онколог, написала какие-то книжки по онкологии. Нет. Значит, сразу снимаю перед всеми шляпу. И не могу сказать, что я эксперт, соответственно, раз я не онколог, я и не эксперт. Так кто же я и что я тут делаю? В общем-то, вот как Ольга Владимировна сказала, территориальный фонд. Вот территориальный фонд стоит между двумя основными участниками медицинской организации и страховая медицинская организация. И, собственно, наша основная задача сделать так, чтобы все было легитимно, все было в рамках вот тех правил, которые на сегодняшний день установлены. А если говорить о мониторинге той ситуации, то наша задача отладить этот мониторинг, чтобы федеральный фонд получал данные достоверные. Поэтому вот мое сегодняшнее сообщение, оно будет строиться на тех материалах, которые мы получили за первый квартал 2019 года. И сразу я еще буду обращать ваше внимание на это, что это не те цифры, которыми мы можем на сегодняшний день охарактеризовать систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. И понятное дело, что каждая страховая компания выходит и говорит, вот правильно, как все должно быть. А мы видим, что пока вот еще система мониторинга в стране, вот по нашей части территориальных фондов, она еще не отлажена и не может такое вот произойти, что там за первые три месяца все сразу мы имеем достоверные цифры. Если вот мы, вот вы на слайд посмотрите, да, что, какие задачи и направления контрольно-экспертных мероприятий, что нужно обеспечить и какой контроль осуществлять. Но по меньшей мере можно было бы сказать, что эти фразы, наверное, взяты из программы оказания и улучшения помощи онкологическим пациентам. А на самом деле это методические рекомендации, которые, собственно, определяют порядок действий страховых представителей. То есть глобальность задач, которая стоит перед нашими специалистами, она на самом деле даже где-то как-то нас пугает, потому что, ну, как бы, дойти до того, что мы предотвратим прогрессирование онкологических заболеваний на основе той информации, которую мы получаем путем экспертизы и передачи ее уполномоченным уже лицам, органам исполнительной власти, руководителем медицинских организаций. Это очень сложно, это очень трудная задача. И в данном случае основой для получения такой информации являются совершенно такие стандартные формы экспертных мероприятий, о которых вы прекрасно знаете, если вы страховая медицинская организация, и также знаете, если вы лечебное учреждение, которое у нас в Российской Федерации работает. Но мы уже, вот Ольга Владимировна уже говорила об этом, мы, наш вот этот вот 230-й приказ, который уже нам стал родным за все предыдущие десятилетия работы, уже я не знаю, сколько десятилетия, наверное, прошли, вот он изменился, он теперь уже и не 230-й, он уже 36-й, к сожалению, для нас. Но вот если вы посмотрите, те задачи и те формы контроля, которые вот на слайд выведены, это уже цветом обозначено то, что для нас будет новым. И новым, вот очень большое спасибо, Ольга Владимировна, что вы позволили, значит, обращаться за комментариями к вам, потому что первое, на что обратили мы внимание, увидев уже утвержденный приказ, что целевая медико-экономическая экспертиза не просто проводится стопроцентно по случаям химиотерапии, а по случаям с применением противоопухолевой терапии. Поэтому, как мы понимаем, сюда уже включается не только химиотерапия, но и лучевая терапия, и комбинированная терапия. А вопросы у специалистов, а что с хирургическим лечением? Можно ли назвать его терапией? Вот это вот, может быть, потом в конце вы как-то прокомментируете, или сейчас, потому что это вопрос, который вот возник у всех. То есть, если любое лечение, то тогда, за исключением подозрений на злокачественное наобразование, все случаи лечения попадают по целевую медико-экономическую экспертизу. Медико-экономическую экспертизу проводит специалист-эксперт. Он врач, у него 5 лет стажа в здравоохранении, но он не онколог. Конечно, для него создаются, особенно этим занимаются, и вы сегодня это видели, крупные наши страховые компании, конечно, обеспечивают колоссальную методическую поддержку своим филиалам. И если бы этого не было, то говорить вообще о проведении такого контроля, это просто как бы очень сильно затруднительно, я бы так сказала. Кроме этого, те задачи целевой экспертизы, которые стоят в документе, они, в общем-то, тоже имеют отношение к онкологии. Это и несвоевременная постановка на диспансерное наблюдение, и несоблюдение периодичности осмотров, и непрофильная госпитализация. И это все тоже идет стопроцентно в контроль. А если говорить о плановой медико-экономической экспертизе, то появилась какая фраза в новом документе? Оценка соответствия, оказанной помощи по профилю онкологии, клиническим рекомендациям, порядкам, стандартам, в том числе своевременности проведения диагностических исследований и лечебных мероприятий. Тоже у части специалистов могут возникнуть такие достаточно обоснованные вопросы, потому что в соответствии с законом проверка соответствия медицинской помощи, порядкам, стандартам, клиническим рекомендациям это экспертиза качества. Но на самом деле противоречия здесь нет, потому что если мы обратимся уже к следующему виду контроля, это к экспертизе качества медицинской помощи. Почему вот здесь я не вижу изменения? Не вместе меняется? Вот у меня уже экспертиза качества, у вас предыдущий слайд. На пультово проверка. Задержка? Интересно. Значит, экспертиза качества медицинской помощи. Для меня-то задержка что-то затянулась, там все еще то же самое. Значит, плановая экспертиза качества медицинской помощи, она проводится в том числе для оценки нарушений, которые выявлены при целевой и тематической медико-экономической экспертизе. То есть, собственно, получается, что медико-экономическая экспертиза выявления дефекта, а дальше передаем специалисту, врачу-онкологу, который уже осуществляет оценку качества медицинской помощи в рамках своих знаний, полномочий, которые есть. Что еще произошло? Вот если вы не смотрели новый документ, то увидите там по сравнению даже с проектом, что было для нас неожиданным, что все случаи летальных исходов, они, естественно, подвергаются экспертной проверке, но часть летальных исходов, часть случаев, они идут на экспертизу с применением так называемого мультидисциплинарного подхода. То есть это когда создается экспертная группа, туда включаются специалисты разных клинических специальностей, и оценка идет комплексная. Так вот, в рамках нашей экспертизы, теперь у нас мультидисциплинарным подходом должны подвергаться все случаи летальности при злокачественных на образованиях молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. То есть, соответственно, не только онколог, но и гинекологи, терапевты, все, кто участвовали в оказании помощи этим группам пациентам. Ну, значит, вот такая вот ситуация. Основу для того, чтобы осуществлять контрольные мероприятия, собственно, в федеральном уровне предусмотрели очень серьезную. Это так называемая история обращения пациента за медицинской помощью. Единственная, конечно, трудность, с которой столкнулись все регионы, это то, что мы, к сожалению для нас, не получили какого-то единого программного продукта, и у нас опять все регионы Российской Федерации дружно начали разрабатывать каждую свою историю обращений пациента. Причем сначала начали страховые делать, потом территориальные фонды подключились. А когда задаешь вопрос, а видит ли эту историю обращений пациента медицинской организации или лечащий врач, оказывается, что никто этого ничего не видит. И вот такие колоссальные усилия, такой колоссальный ресурс создан, которые действительно, здесь у меня несколько случаев, парочка слайдов, они просто демонстрируют, но это как бы для демонстрации буквально. Но из общей базы данных счетов убираются все случаи по онкологическому пациенту, и уже у специалиста страховой компании, у специалиста территориального фонда есть возможность просмотреть всю историю обращений и амбулаторных, и стационарного лечения. По каждому пациенту, у которого подтвержден диагноз онкологического заболевания, или это подозрение на онкологическое заболевание. И, собственно, это, конечно, колоссальная помощь, но мы еще пока не можем сказать, что уже научились работать с этим ресурсом, потому что на самом деле здесь требуется индивидуальный подход по каждому пациенту. И наша страховая медицинская организация, они уже ко всему привыкли, к любому, к любому уровню задач. Я считаю, что они справятся и с этим, если справились со всем остальным. То есть у нас уже сопровождение пациента и контроль того, чтобы все осуществлялось и в установленные сроки, и все должно быть должного качества. Значит, вот на этой следующей табличке представлены данные из того мониторинга, который, собственно, поступает в Федеральный фонд. И здесь вот вы уже видите, что у нас за первый квартал где-то было 135 тысяч пациентов на весь Северо-Западный федеральный округ. Большая часть этих пациентов, естественно, приходится на Санкт-Петербург. Но какие цифры вот здесь вот обращают внимание? Значит, подтверждено, подтверждено злокачественное образование в среднем по округу в 80% случаев. Но если мы посмотрим вот отдельные цифры, и там, предположим, вот один из наших субъектов, который дал свои цифры, 10%, сразу возникает подозрение у того, кто занимается организацией этого мониторинга, что недостаточно отложен ввод данных. И существуют какие-то разные подходы. А раз мы видим в одном случае разные подходы, они возможны во всех других случаях. Впервые выявлено онкологических заболеваний от подтвержденных. У нас получилось за первый квартал это 18%. Пока даже не могу сказать, много это или мало, но тем не менее цифра эта, она имеет очень большую вариацию. Вот такая вариация от 0,1 до 100, это явно недостоверные данные. Поэтому я и говорю, что вот мы цифру какую-то имеем, но это и наше предложение Федеральному фонду пока не трактовать эти данные вот на первом периоде как достоверные, по которым можно делать какие-то выводы. И цифра, которая вот у нас, вы знаете, что в правилах обязательного медицинского страхования одна из таких глобальных линий, это профилактические мероприятия. Вот у нас все должны, все-все должны. Но если смотреть по выявлению онкологических заболеваний, какова эффективность профосмотров, но хотя они не ориентированы на это, но тем не менее пациент вступает в контакт с врачом в ходе профосмотра, то вот по нашему региону получилось 3%. И вариация максимальная, опять же, вот максимальные показатели 96%, а минимальные это по целому ряду регионов 0%. Опять же, получается, что либо вводим не те данные пока, либо говорим не совсем об одном и том же. Медико-экономический контроль. Значит, у нас в целом получилось, что случаев с нарушениями по Северо-Западному федеральному округу по результатам контроля счетов 2,2%. Но самые максимальные цифры, вот это было 15%. Значит, случаев с нарушением по химиотерапии, то есть те счета, которые были отклонены и которые в течение 15 рабочих дней могли быть исправлены для повторного выставления. Это вот, собственно, наш медико-экономический контроль. А если посмотреть, какие дефекты у нас идут по медико-экономическому контролю, здесь мы не говорим о количестве, вы видите, количество не такое уж и большое, а говорим о количестве регионов, которые указали на наличие таких дефектов. Так вот, 9 регионов максимальная цифра – это некорректное заполнение полей реестра, которые, собственно, и попадают в отсутствие тех данных, которые предусмотрены 200 приказом по информационным системам. То есть еще недостаточно отлаженная система мониторинга. Дальше идет сверхобъем, это как бы вообще сюда не относится к теме нашего разговора, пересечение сроков лечения в разных медицинских организациях, необоснованное применение тарифа и персональные данные. Вот вроде бы как бы все вот так вот получилось. А дальше у нас идет на основе медико-экономического контроля, собственно, по заданным параметрам, должен осуществляться автоматизированный контроль вот отклонений сроков, которые, ну, которые вы уже тоже знаете, вот можете посмотреть в левой части таблицы, они указаны из методических рекомендаций Федерального фонда. Вот. И опять же, вот даже в рамках одного субъекта Санкт-Петербурга у нас семь компаний. Вот у всех семи компаний идут разные данные. И здесь вот сразу можно даже без названия видеть, какие компании поддерживают методическую, обеспечивают методическую помощь своим участникам, какие, собственно, вот еще недостаточно с этим справились. Но дальше начинается уже вот другая история. Дальше идет медико-экономическая экспертиза. А вот медико-экономическая экспертиза, туда попадают, собственно, все случаи, которые идут с отклонением сроков. Они сто процентов должны проверяться. А когда у нас идет медико-экономическая экспертиза, при том, что вот такое количество, в общем-то, отклонений сроков было выявлено, то доля случаев с нарушениями при медико-экономической экспертизе составляет 5,7% у нас по Северо-Западному федеральному округу. Вот в Санкт-Петербурге этот процент 1,9%. Это при том, что у нас по средняя доля дефектов по медико-экономической экспертизе, в целом по всем нозологиям, 8,8%. Ну, здесь пока вывод только один, что на основе результатов медико-экономического контроля мы судить об отклонении сроков пока не можем, и о нарушении сроков, потому что эксперт выходит как бы на потенциальный дефект, а видит, что это неверное оформление счета. Вот такая ситуация. Но с другой стороны, вот я целиком поддерживаю в этом плане позицию Алексея Анатольевича, что когда ты сталкиваешься с жизнью, вот с реальной ситуацией жизненной, то истории слышишь совершенно, которые не совпадают вообще вот с этими цифрами. То есть каждый конкретный пациент, который не может попасть ни к врачу, ни на врачебную комиссию, ни получить направление на лечение, и как вот эти сроки соблюдаются, это вот, ну как бы система налаживает сама себя. Вот если системе говорят, нужен такой срок, значит, будет такой срок. Пациента направляют на врачебную комиссию, препаратов нет. Ну, значит, перенесем дату врачебной комиссии. Он попадает в другую дату на эту врачебную комиссию, и срок уже совсем другой становится. Вот она. Поэтому как совместить вот эту статистику, вот этот массив данных с реальной практикой, то есть это вот задача из задач, которая стоит сейчас у нас с вами. Вот здесь я как бы вам показываю просто данные, которые были собраны нашими специалистами, но комментировать пока тоже их не готово. Это анализ использования схем противоопухолей терапии. То есть, собственно, нас со всех трибун призывают к использованию максимально количества и схем, и наиболее эффективных схем. Ну вот пока вот такой вот процент. Вот. Будем над этим работать, что говорится. А если говорить о дефектах, то тоже вот у нас первое место – это дефект 4.2 – отсутствие записи. Но здесь вот я, кстати, по сравнению с тем, что вы слышали уже в отношении этого дефекта, могу, кстати, добавить, что вот этот дефект мы не рассматриваем уже как дефект ведения медицинской документации, потому что это уже отсутствие данных, то есть это уже нарушение, нарушение при оказании медицинской помощи. Поэтому вот это наиболее часто у нас встречаемое нарушение. Непредоставление медицинской документации. Но, кстати, если вы отследили правила обязательного медицинского страхования, вы должны понимать, что вот уже теперь в рамках действующих правил непредоставление медицинской документации – это штраф. То есть это не просто неоплата. Значит, отсутствие информированного добровольного согласия, несоответствие данных, документации и счета, а вот нарушение доступности и сроков – на них указали всего два региона из 11 – северо-запада. Тоже, ну, опять же, первый квартал, который может изменить потом ситуацию в целом. Вот это экспертиза качества медицинской помощи. То есть экспертизу качества уже проводят врачи и эксперты, которые включены в территориальный реестр. Это не какие-то вот те, кто не понимают ничего в онкологии. Но при том, что вот, например, у нас в Санкт-Петербурге в среднем по экспертизе качества медицинской помощи доля дефекта составляет 19,8%. По результатам вот этой экспертизы, по базам данным, у нас доля случаев с нарушениями 4,7%. Опять же, могу прокомментировать вот слова, которые были сказаны уже относительно данных по Санкт-Петербургу до этого. Вы знаете, большая разница в результатах получается в зависимости от того, как проводится исследование и кем оно организовано. Вот когда у нас организатор – единый какой-то мозговой центр, в данном случае у нас там кафедры были привлечены, территориальный фонд, и когда работает группа экспертов, которые специально подбираются под эту тему, и которые прежде чем проводить экспертизу, они вообще-то проходят определенную подготовку и методическую, у которых проводится согласование экспертных подходов. Это одна ситуация. А когда это идет, ну как бы вот такой в рабочем порядке вся экспертиза, то данные, мы уже давно это поняли, они мало, так скажем, стыкуются, поэтому наиболее эффективными, на наш взгляд, конечно, являются тематические экспертизы, но это и позиции федерального фонда, но не все тематические экспертизы, а те, которые проводятся вот группой специалистов, уже сформированной, как экспертная группа. У нас в Санкт-Петербурге, на самом деле, неплохая ситуация по экспертам. Более того, мы занимались экспертами, с включением экспертов в реестр на протяжении уже последних лет, причем, то есть это не в связи с изменением ситуации сейчас, а раньше. И проблема-то была одна. У нас, согласно нормативной базе, экспертом может быть специалист, имеющий сертификат действующий, сертификат онколог, а дальше у нас возникает вопрос, у тех, кто организовывает исследование, ну хорошо, онкология, это у нас и голова, и там, ну и так далее, по органам и системам, и мы пытались найти, как же, как же нам, у нас же не может один онколог проверять все. Оказалось, что вот документы Минздрава мы нашли только единственное, это профиль койки, вот там идет разделение. Ну и в зависимости от профиля койки мы уже начали от территориального фонда активно направлять письма в медицинские организации с тем, чтобы у нас в реестре присутствовали разные специалисты. Но при этом, опять же, мы понимаем реалии времени. Вот у нас специалисты-то разные, а сколько там у нас штатных экспертов, вот она, страховой компании? Три человека, да, 13%. И вот вопрос на засыпку. Как вы думаете, а кто делает основной массив экспертиз? Те, кто могут зайти в медицинскую организацию в рабочее время. Потому что если вы специалист-онколог, и вы занимаетесь оказанием медицинской помощи, то как вы можете в это же самое время в рабочее оказаться в другой медицинской организации и проводить там экспертизу, особенно с учетом неурегулированности на правовом и нормативном уровне вопроса передачи медицинского документа? Это все решится, когда будет электронная карта. Но тогда и вообще, наверное, другая жизнь будет, потому что, наверное, наряду с экспертизой массовыми станут другие способы контроля по критериям оценки качества. А экспертиза уже так же, как и, собственно, весь цивилизованный мир к этому пришел, что вот сама экспертиза с привлечением к дорогостоящей работы эксперта-специалиста, она не носит такого массового характера, как у нас. Но это наши перспективы. А если говорить о наиболее частых дефектах, про экспертизе качества медицинской помощи, то это, конечно, дефекты, которые связаны с неправильным, несвоевременным, недлежащим выполнением мероприятий. И большинство регионов указали на код, известный вам, наверное, тоже 321. Это те дефекты, которые не оказали влияния на состояние здоровья пациента. В меньшей степени 4 региона указали, что все-таки выявляют нарушения, влияющие на состояние пациента. И только в одном регионе было указание на нарушение сроков, по результатам экспертизы выявленные. Но здесь трудно обвинять или как-то упрекать страховые медицинские организации в чем-либо, потому что мы, как территориальный фонд, мы занимаемся проверкой работы страховых компаний, проводим, в свою очередь, реэкспертизу, повторную экспертизу. Так вот, по результатам плановых проверок у нас расхождения со страховыми компаниями небольшие. Поэтому, ну, дай бог, чтобы это вот все так действительно у нас и оказалось, что у нас не такое уже количество значимых, существенных дефектов при оказании медицинской помощи. Действительно, дефекты, когда они серьезные, случаются – это отдельные истории. Вот. И претензий пока вот за первый квартал было не очень много, но, тем не менее, вот они уже начинают поступать, и это уже наша практика, которая, ну, в дальнейшем будет развиваться. И, так скажем, наверное, через год уже, наверное, будут результаты более достоверные, обоснованные по той ситуации, которая у нас складывается по результатам мониторинга. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина Аркадьевна. Есть у кого-то вопросы, коллеги, к участникам? Да, пожалуйста, представляйтесь только. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть количество схем, да? Вот к какому проценту мы должны стремиться, чтобы вот эти вот схемы были использованы в дневном круглосуточном стационаре? Есть вот какие-то нормативы? Там 50% – это уже хорошо, или какие-то другие? На самом деле норматива, конечно, такого нет, я надеюсь, что его нет и не может быть просто. Но есть клиническая целесообразность, и есть деньги, которые сейчас поступили в систему здравоохранения. То есть ведь ни для кого не секрет, почему мы раньше использовали, возможно, более дешевые и менее эффективные схемы. Да потому что средств не было. Сейчас говорят, средства есть. Берите деньги, закупайте препараты, применяйте эффективное лечение. Да, оно дорогое, но это стало возможным. Поэтому, конечно, если вы будете стремиться к 100%, то это не тот путь, неправильный путь. Стремимся к эффективности. Продолжение следует...